Китай наконец-то сломался. Еще в пандемию, которая теперь в далеком прошлом, правительство Китая столкнулось со структурными проблемами своей экономики. Настолько серьезными, что игнорировать дальше их стало просто невозможно. И теперь они бросили все свои силы на их решение. Если вы держите криптовалюту, вам абсолютно необходимо знать, что там происходит. Хотите верьте, хотите нет, но новая экономическая политика Китая может устроить такой памп ваших кошельков, что вам и не снилось. Хотите узнать как? Тогда смотрите это видео до конца. Следите за новостями. У экономики Китая достаточно проблем. На рынке недвижимости постоянный спад, низкий внутренний спрос, безработица среди молодежи, торговые войны с Западом. Это лишь некоторый из проблем. Если вы не в курсе подробностей, то я рекомендую вам нажать сейчас на паузу и посмотреть наше последнее видео по этой теме, ссылка на которое появится вот здесь. Мы опубликовали это видео около года назад, и с тех пор картина в целом остается прежней. У экспорта дела идут хорошо, но за исключением недавнего оживления на рынке, цены на активы продолжают падать, увлекая за собой и доверие потребителей. Население делает накопление на черный день, это давит на внутреннее потребление, из-за чего над Китаем нависла угроза дефляции. В худшем случае Китай рискует потерять несколько десятилетий, как Япония в 1989 году, когда у них лопнул пузырь недвижимости. У них ушло 30 лет на то, чтобы избавиться от дефляции, которая за этим последовала. Поэтому за кликбейтом о неизбежном крахе, перегреве или коллапсе китайской экономики вполне может стоять реальная возможность того, что Китай ждет такая же участь. Однако, в основном так думают зубоскалы из тех стран, где экономика растет намного медленнее, чем в Китае, а то и вообще сокращается. В первом квартале этого года ВВП Китая вырос на 5,3%, а во втором квартале на 4,7%, что ниже ожиданий. Это и вызвало волну пессимистических прогнозов по Китаю. Но поскольку Китай — это вторая по величине экономика в мире, давайте сравним ее с соседними по уровню странами. В США ВВП вырос на 2,9% в первом квартале и на 2,3% во втором. В Великобритании он составил 0,3% в первом квартале и 0,7% во втором. В Германии ВВП вырос, извините, упал на 0,1% в первом квартале, а потом вернулся к нулевому росту во втором квартале. А еще есть Япония, где ВВП упал на 0,9% в первом квартале и потом еще на 1% во втором квартале. Однако что-то никто не кричит о предстоящем дефолте кого-либо из этих ребят. Но давайте не будем бить лежачего. В любом случае, по их собственным меркам, цифры, которые Китай недавно опубликовал, выглядят довольно уныло. Тот самый рост в 4,7% во втором квартале был значительно ниже запланированных правительством 5,1% в квартал. Goldman Sachs и Citigroup из-за этого снизили свои годовые прогнозы роста ВВП Китая до 4,7%, с 4,9% и 4,8% соответственно. Ситуация накаляется, поскольку до конца года осталось меньше трех месяцев. Китайскому правительству необходимо показать 5% роста. Но, как мы скоро увидим, меры для достижения этой цели и меры по устранению глубинных проблем в китайской экономике могут немного быть разными. Но давайте обо всем по порядку. WSOT на нашей любимой бирже Bybit начинается уже буквально вот сейчас, ребята. Торопитесь успеть, осталось буквально вот день, чтобы успеть вступить к нам в команду. Но на самом деле потом будут еще, конечно, где-то недели, чтобы догнать и исправить эту ошибку. Но лучше вступайте сейчас, не тяните. Переходите по ссылке из описания или по ковер-коду на экране. Наша команда в этот раз называется не CryptoCommons, попрошу заметить, а SellBy. Причем через значки доллара и биткоина. Поэтому не пытайтесь ее искать вручную. Переходите по ссылке и вступайте. Нас уже 31 человек, но будет, я уверен, минимум раз в 10 больше, конечно же. С вашей помощью, друзья. Поэтому не тупите, переходите по ссылке. Если вы еще не перевелись на UTI-аккаунт, вот самое время. Крышесноснейшие призы в размере 10 миллионов долларов. Призовой фонд, ребята, будет разделен между лучшими командами, участников тоже. Пока еще немного, кстати, посмотрите. Так что не тупите, переходите по ссылке, вступайте, торгуем как обычно, зарабатываем и получаем плюшки. В конце сентября китайское правительство и Центральный банк неожиданно объявили о ряде мер для оживления экономики и укрепления доверия инвесторов. Политбюро, орган исполнительной власти в Китае, пообещало, что будет, цитата, стремиться достичь поставленной цели и принимать меры, чтобы предотвратить спад на рынке недвижимости, находящемся в тяжелом положении. Народный банк Китая тут же отреагировал, пообещав, цитата, «действовать немедленно и предпринять для этого все возможные меры». Так и случилось. Центральный банк развернул ряд мер по вливанию ликвидности в экономику. Он сократил объем наличных денег, которые банки обязаны держать в качестве резервов, урезал расходы по займам и снизил процентную ставку по своим годовым кредитам до рекордно низкого уровня. В частности, снижение ставки обязательных банковских резервов высвободило около 1 триллиона юаней, или 140 миллиардов долларов в долгосрочной ликвидности. Это позволит банкам увеличить кредитование и покупать государственные облигации, выпущенные для финансирования расходов на инфраструктуру. Кроме того, Китай принял ряд мер по поддержке рынка недвижимости, который уже в течение нескольких лет находится в бедственном положении и служит Китаю худшей антирекламой. Этот пакет включает снижение на 0,5% средних процентных ставок по существующим ипотечным кредитам и снижение минимального первоначального взноса по всем типам жилья с 25% до 15%. Правительство также анонсировало стимулирующие выплаты и объявило о введении новых субсидий для молодых специалистов. Уровень безработицы среди населения в возрасте от 16 до 24 лет, не получающих в данный момент образования, в августе вырос до 18,8%. Это самый высокий уровень с момента введения нового процесса учета в декабре прошлого года. И это более чем в три раза превышает общий уровень безработицы в 5,4% в августе, что ясно показывает, компании не решаются нанимать новых сотрудников на фоне туманных экономических перспектив. И впервые Центробанк также объявил о прямой инъекции ликвидности в фондовый рынок в размере 800 миллиардов юаней, или примерно 110 миллиардов долларов. Происходит это за счет финансирования обратного выкупа акций и таких операций, как свопы между фондом ценных бумаг и страховыми компаниями. Однако это сильно не согласуется с предыдущей политикой. Раньше Центробанк ограничивал приток капитала на фондовый рынок, а теперь требует, чтобы эта инъекция ликвидности использовалась исключительно для покупки акций. Одновременно с этим изменением поменялся и язык, который использует Политбюро. Сентябрьское коммунике Политбюро было в два раза короче обычного, и на этот раз в нем отсутствовала стандартная оценка экономической ситуации, как, цитата, стабильной, с положительной динамикой, но сталкивающейся со многими проблемами, вместо обычного призыва к, цитата, «осмотрительности и точности», денежно-кредитная политика теперь сосредоточена на, цитата, «снижении нормативов обязательных резервов и осуществлении решительного снижения процентных ставок». Впервые после пандемии в обсуждении состояния экономики зазвучали нотки срочности. О том, как кошельки миллиардеров неожиданно потолстеют, не было сказано ни слова. Но именно так и случилось. За неделю после введения Китаем стимулирующих мер, состояние 54 граждан Китая в индексе миллиардеров Bloomberg увеличилось на 130 миллиардов долларов, или примерно на 19%. Это был самый большой недельный прирост состояния китайских миллиардеров за всю историю. Стимулирование экономики, как правило, сказывается по бычьи на цены обычных и рисковых активов, в частности, таких как акции. Таким образом, люди, контролирующие наибольшую их долю, получают наибольшую выгоду. И этот раз не стал исключением. В последнюю неделю сентября фондовый рынок Китая совершил настоящий прорыв, зафиксировав самый большой однодневный прирост с 2008 года и сделав самых богатых жителей страны еще богаче. Если вы прислушаетесь очень внимательно, то наверняка услышите, как Карл Маркс переворачивается в своем гробу. Как бы то ни было, кроме того, что китайские миллиардеры поимели с этого выгоду, это ознаменовало собой резкий поворот в судьбе китайских акций, которые годами отставали от мировых рынков. Розничные инвесторы, по-видимому, слабили такой фома, что системы торговли акциями Шанхая оказались перегружены, и это привело к задержкам в обработке заказов. В течение пяти дней после того, как Пекин приступил к стимуляции экономики, китайский индекс голубых фишек CSI 300 вырос на 25%, поставив новый рекорд пятидневки за всю историю. Между тем, более широкий Shanghai Composite Index вырос на 21,4%. Опять же, рекордный пятидневный результат с 1996 года. В редакционной статье официального журнала China Securities Journal утверждалось, что цитата «оживление рынка является ключевым прорывом для повышения уверенности и улучшения экономических ожиданий». Ссылаясь на цитата «вялость рынка», которая в свою очередь фундаментально подорвала уверенность инвесторов. Однако большая часть комментариев, последовавших за китайским блиц-стимулированием, фокусировалась не на необходимости что-то сделать с дефляционным давлением, терзающим экономику, а именно со слабым внутренним потреблением и откладыванием средств на черный день. Денежное стимулирование было принято на ура, но оно мало что сделало для решения этих проблем, а эксперты Financial Times и Reuters назвали его «косметическим» и «погоней за быстрым результатом». Чтобы понять, что они имели в виду, возьмем для примера удешевление кредитов. Это хорошее начало. Но на фоне падения цен спрос на кредиты стал настолько слабым, что, вероятнее всего, домохозяйства и корпорации все еще не горят желанием брать в долг. Аналогичным образом, рынок недвижимости упал настолько сильно, что недвижимость больше не рассматривается как надежная инвестиция, как это было раньше. Снижение ставок по ипотеке и требований к первоначальному взносу вряд ли изменит это восприятие. С другой стороны, снижение существующих ставок по ипотеке увеличит реальный доход домохозяйств, что должно в некоторой степени повысить потребление. Но связь между ценами на активы на рынке недвижимости и потреблением не такая однозначная, как может показаться. Есть мнение, что уход от недвижимости в качестве инвестиций в долгосрочной перспективе высвободит средства для внутреннего потребления, которые в противном случае были бы отложены, например, на первоначальный взнос на квартиру. Однако в краткосрочной перспективе спад на рынке недвижимости означает меньше рабочих мест, более низкий рост доходов и неопределенность относительно будущего. И все это негативно влияет на потребление. К тому же, положительный эффект от стимулирования может быть нивелирован сокращением государственных расходов, которые уже ниже, чем в прошлом году и значительно ниже уровня, заложенного в бюджете. Это в значительной степени связано с сокращением государственных доходов и отсутствием инвестиционных проектов, обычно доступных за счет государственных специальных облигаций. Такое сокращение бюджетных расходов усугубляет дефляционное давление, и именно поэтому все взоры теперь обращены на Министерство финансов Китая, которое вслед за пакетом денежно-кредитного стимулирования должно выкатить эквивалентные меры в области фискальной политики. Большинство участников недавнего форума главных экономистов Школы финансов Народного банка Китая разделяют такую точку зрения. На форуме ведущие экономисты согласились, что Центральный банк не добьется прогресса без изменения фискальной политики со стороны Министерства финансов. Как выразился экс-советник Центрального банка Юй Юн Дин, цитата, «фондовый рынок вырос, но если Министерство финансов не сможет активизироваться, эффективность политики Центрального банка может начать снижаться». Центральный банк и так уже сделал много с точки зрения денежно-кредитной политики для финансирования промышленности. Сможет ли он сделать еще больше? Юй говорит, что для достижения целевого показателя роста в 5% Китаю следует начать с инфраструктурных инвестиций. Он утверждает, что «одних мер по стимулированию потребления будет недостаточно для поддержки роста на фоне снижения роста доходов и падения стоимости активов». Это мнение, вероятно, основано на прогнозах рынка недвижимости, который еще не достиг дна. Большинство опережающих показателей, таких как сделки по земельным участкам, упали примерно на 70% по сравнению с пиком трехлетней давности, но запаздывающие показатели, такие как общая площадь, занятая под строительство и строительство в целом, снизились всего на 20%, что говорит о том, что им еще есть куда падать. На форуме Юй упомянул, что слышал, цитата, «слухи о предстоящем изменении фискальной политики», но подчеркнул, что позицию Министерства финансов по этому вопросу он не знает. Так вот, скорее всего, это была отсылка к статье, опубликованной Reuters, где говорится, что в этом году министерство планирует выпустить 2 триллиона государственных облигаций. Согласно статье Reuters, это финансирование будет разделено между стимулированием потребления и облегчением времени задолженности местных органов власти. Примечательно, там ничего не говорится о расходах на инфраструктуру, о чем вы, скорее всего, сейчас тоже подумали. Даже если эти 2 триллиона юаней уже в пути, не так много из них будет потрачено в этом году. Ближайшей возможностью для корректировки бюджета в середине года станет заседание Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей в конце октября. Вероятно, между объявлением и выпуском облигаций будет задержка, поэтому средства могут быть доступны не раньше декабря. Если так, то любые последующие меры стимулирования со стороны Министерства финансов, вероятно, не будут иметь прямого эффекта до следующего года. Тем не менее, само объявление о мерах поддержки уже будет встречено на ура и, вероятно, окажет важное косвенное влияние на доверие потребителей и бизнеса в 2025 году, когда мы сможем ожидать реального повышения уровней потребления и инвестиций. Далее, наблюдатели внутри и за пределами Китая, похоже, согласны, что фискальная политика это и есть решение структурных проблем, которые сейчас испытывает китайская экономика. Недавняя стимуляция экономики была встречена с одобрением, хотя и с разным уровнем энтузиазма. Кто-то сравнивал ее с базукой, кто-то с быстрыми углеводами. Независимо от того, какая метафора вам нравится больше, напрашивается аналогия с состоянием шока, но для оживления экономики Китая нужно нечто большее. Другое дело криптовалюта. Если вы ищете большие зеленые свечи, то стимулирующие меры — это именно то, что вам нужно. Хорошая новость заключается в том, что это, скорее всего, только начало. По словам Тинга Лу, главного китайского экономиста глобального инвестиционного банка Номура, цитата «Консенсус заключается в том, что нет необходимости больше обсуждать смягчение, стимулирование должно быть увеличено». Переводя на криптосленг, он говорит, что денежный принтер скоро будет делать брррррррррррррр. Теперь помните, насколько выросли китайские акции после этой первой волны поддержки. Всего за пять дней индекс CSI 300 вырос на 25%, а Shanghai Composite вырос на 21%. Совокупная рыночная капитализация компаний в этих индексах составляет более 11 триллионов долларов. Это примерно в пять раз больше общей капитализации рынка криптовалют. Единственный вопрос в том, какая часть смягчения кредитной политики и стимулирования окажется в итоге в криптовалюте. Ну да, возможно, вы слышали, что крипта в Китае под запретом, но это заблуждение. Китай — это, между прочим, большая часть рынка Бинанса. По данным Wall Street Journal, в прошлом году у Бинанса было 900 тысяч активных пользователей в Китае с ежемесячным объемом торговли до 90 миллиардов долларов. А согласно опросу вьетнамского криптовалютного венчурного фонда Kairos Ventures, 90% пользователей крипты в Китае являются пользователями централизованной биржи. Очевидно, что если ты хочешь купить или продать криптовалюту в Китае, ты сможешь это сделать. И, насколько мы можем судить, ты вряд ли столкнешься с какими-либо негативными последствиями. Головная боль китайского правительства в отношении крипты — это отток капитала, а не чувачки, сидящие в мемкоинах на Бинансе. Однако, если вы миллионер, и у вас крупный бизнес, и вы хотите обойти финмониторинг, то забудьте то, что я вам только что сказал. К вам это не относится. Если вы начнете выводить большие суммы денег из Китая через крипту, то федералы, скорее всего, захотят устроить вам тет-а-тет. Так вот, китайские инвесторы могут покупать криптовалюту, но будут ли они это делать? Хочется надеяться, что графики биткоина на гонконгском споте не являются полезным индикатором, потому что последние данные, которые у нас есть, говорят о том, что их там никто не покупает. У нас есть данные только до 26 сентября, то есть два дня спустя введение стимулирующих мер, но в тот день мы увидели чистый отток в размере одного миллиона долларов. Это, по сути, ничто. Так что, едем дальше. Объявления о мерах поддержки и заседания Политбюро происходили на протяжении трех дней с 24 по 27 сентября. За этот период биткоин вырос на 6%, включая довольно приличную дневную свечу в 5% 26 числа, в день заседания Политбюро. Чем бы она ни была вызвана, эта дневная свеча была больше той, которую мы видели 18 сентября, в день снижения ставки ФРС. Мы не можем пока точно сказать, что это именно Китай вызвал памп биткоина в этот период, но новость о стимулирующих мерах явно не сыграла в минус. Однако следует отметить, что значительная часть криптоторговли в Китае фактически происходит вне публичного рынка и не оказывает прямого влияния на графики, которые мы все поглядываем. Это связано с тем, что за последние несколько лет в Китае значительно увеличилась доля P2P и вне биржевых платформ для покупки и продажи криптовалюты. По данным ChineAnalysis, с 2021 года их доля выросла примерно вдвое. Что ж, этот рост можно объяснить ограничением доступа к основным криптобиржам, которые, хотя и не совсем заблочены, но теперь предположительно требуют использования VPN. P2P и вне биржевая торговля более доступны и не подпадают под те же ограничения. Вне биржевые и P2P сделки являются частными и не влияют на цену биткоина так же, как торговля им на биржах. Конечно, вне биржевые и P2P продавцы должны сначала где-то купить биткоин, и им придется сделать это на открытом рынке, чем они, и запушат его курс. И опять же, если у Китая самая большая доля рынка на Бинансе, то покупок из Китая на публичном рынке должно быть более чем достаточно, чтобы мы все увидели больше красивых зеленых свечей в не столь отдаленном будущем. Может, графики пока еще не летят в космос, но они полетят, и, возможно, довольно скоро. А пока, если мы будем получать 5% дневную свечу каждый раз, когда Центральный банк Китая включает денежный принтер, что ж, мы с радостью будем на них смотреть. До сего дня Китай не был сторонником денежных влияний. Ранее меры стимулирования сравнивали с употреблением ядовитого отвара для утоления жажды. Но правительство Китая и его ведущие экономисты ясно дали понять, что эту точку зрения спустили в унитаз, а денежный кран открыли. Если Китай действительно собирается потреблять этот концентрат монетарного смягчения такими темпами, как западные страны это делают с 2008 года, то наш бычий настрой, вероятно, недостаточно бычий. Помните, что обесценивание фиатной валюты путем печатания денег – это то, благодаря чему крипта побеждает. Чем больше они печатают денег, тем больше их потечет в биткоин, а чем больше денег потечет в биткоин, тем больше денег потечет в альткоины, вы же знаете, как это работает. Если у вас все чемоданы уже собраны, все, что осталось, это посыпать попкорн DCA, откинуться на спинку кресла и наслаждаться шоу. А на этом все. Не забудьте выложить свои самые горячие мысли о китайской экономике в комментариях. И если вы почерпнули что-то ценное из этого видео, то давайте-ка постимулируйте кнопочки с лайком, подпиской и колокольчиком, чтобы не пропустить следующее видео, которое мы вот так вот заморочились и перевели специально для вас, раньше всех остальных. Как всегда, спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз. Это был Гай и команда CryptoCommons. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...